Привет, друг, с тобой, Канобу! 6 марта на всех актуальных платформах вышла Fear Effect Sedna, уже третья часть серии Fear Effect. Первые две появились еще на первой же PlayStation в начале 2000-х. Для тех, у кого в то время была консоль Sony, это довольно известные игры. Всем остальным они, если и запомнились, то во многом благодаря шумихе вокруг нетрадиционной сексуальной ориентации двух главных героинь, Хана и Рейн. Так или иначе, и Fear Effect. И Fear Effect 2 Retro Helix, весьма крутые игры, и сейчас я объясню почему. Поехали! Первые две Fear Effect — это динамичные экшены, работающие при этом на механике ранних частей Resident Evil. Речь в первую очередь идет о фиксированной камере, двумерных анимированных задниках и трехмерных героях, которые по этим задникам бегают. Удивительно здесь то, что других элементов хорроров того времени в Fear Effect не было. Ни дефицита патронов, ни страха зажить персонажей, несмотря на название, ни запутанных уровней. Fear Effect — это самый настоящий боевик с поставленными зрелищными роликами, перестрелками и редкими стелс-эпизодами. Процентов на 70 геймплей состоит из пальбы, после которой из побежденных врагов падают десятки патронов. В первый Fear Effect сыграть можно за трех героев, во второй — за четырех, но в любой момент переключаться между персонажами нельзя. В этом заключается одна из главных особенностей серии. Повествование все время скачет от одного героя к другому, или показывая историю с другого ракурса, или ловко избегая скучных моментов. В числе главных героев Fear Effect — обожающий на селе наемник Дик и бывший американский военный глаз. Но куда интереснее, впрочем, еще два персонажа. Близкие. Весьма близкие подруги Ханна и Рейн. Вторая девушка впервые появилась в приквеле Fear Effect 2 Retro Helix и вместе с напарницей разыграла несколько откровенных сцен, о которых игроки вспоминают до сих пор. Мир же, где происходят события игры, получился довольно безумным. Герои попали в Гонконг середины 21 века, встретились там с триадами, бизнесменами, работницами борделя и... демонами и зомби. Разработчики Fear Effect, студия Kronos Digital, умудрилась совместить в двух играх Гонконг будущего с адом из китайской мифологии. Там даже свой дьявол был, который и оказался виновен чуть ли не во всех произошедших событиях. Ну а Fear Effect Sedna — практически полностью другая игра. Ее с первыми двумя частями роднят лишь герои и диковатый мир, в котором нашлось место чудовищам и мистики. В остальном продолжение, а сюжетно это именно продолжение первой части, заметно отличается от оригинальных игр. Sedna — это изометрический экшен с элементами тактики. Большую часть времени здесь нужно просто бегать и стрелять во все стороны, как в изометрических спин-оффах серии Tomb Raider. Но если есть желание, можно поставить игру на паузу и раздать героям команды. Правда, в таком случае героев почти наверняка убьют. Тактика в этой игре не работает. Но в центре внимания, разумеется, отношения Ханы и Рейн. Разработчики Fear Effect Sedna не смогли оставить этих героинь без внимания, и поэтому чуть ли не каждый диалог в новой игре кончается шуткой про лесбиянок. В общем, эту тему студия Суши отработала отлично. Вот бы еще сама Fear Effect Sedna получилась такой же изобретательной и остроумной. Подписывайся на канал, ставь лайки, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, заходи на Канобу почитать про новые игры, кино, сериалы, комиксы, книги, технологии, музыку и вообще про все самое интересное. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok